Первый канал и компания «Телеформат» представляют. На скамье подсудимых секретарь-референт туристической фирмы. Ее обвиняют в краже 300 тысяч рублей из сейфа компании. Скромная секретарша, три года проработавшая в фирме, преступник или вор? Или преступник не все же кто-то другой? Может быть, это заговор? Какие страсти кипят в рутине повседневной жизни среднего офиса? Прошу всех встать, суд идет. Здравствуйте, господа, прошу вас, садитесь. Рассматривается уголовное дело по обвинению Регины Вячеславовны Доркиной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража, совершенная в крупном размере. Ирина Алексеевна, доложите, пожалуйста, о явке участников процесса. Ваша честь, все свидетели присутствуют, они ждут вызова. Спасибо. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Как вас зовут? Доркина Регина Вячеславовна. Ваше место работы и должность? Я работаю секретарем и личным помощником директора туристической компании «Турецкий вояж». Это маленькая компания, мы только турцию делаем. Копию обвинительного заключения вы своевременно получили? Да. Да, судя по вашей расписке. В этом судебном заседании председательствует федеральный судья Сергей Анатольевич Пашин, Марина Борисовна Улищенко, прокурор, государственный обвинитель. Вашу защиту осуществляет адвокат Андрей Геннадьевич Князев и секретарь судебного заседания сегодня Ирина Алексеевна Долгова. Итак, вы имеете право на защиту, и это значит, что вы можете защищаться с помощью избранного вами защитника и лично. Участвуя лично в судебном заседании, вы вправе представлять доказательства, заявлять ходатайство, приносить жалобы. Вам будет предоставлено последнее слово. Вам понятно ваше право? Да, Ваша честь. Садитесь, пожалуйста. Если нет ходатайств, то Марина Борисовна может изложить содержание обвинения. Спасибо. Подсудимая Доркина Регина Вячеславовна совершила кражу денег в крупном размере из сейфа фирмы «Турецкий вояж», в которой работает в качестве секретаря. 3 марта сего года в сейф фирмы были положены 300 тысяч рублей. Это деньги, полученные от заказчика. Деньги в присутствии трех свидетелей убрала в сейф бухгалтер фирмы Хабалкина Елена Ивановна. Она запечатала сумму в конверт, попросила всех свидетелей заверить конверт своей подписью и убрала его в сейф. После чего сейф был заперт. Код подсудимой смогла узнать из личных бумаг бухгалтера. Подсудимая придумала вымышленный предлог, чтобы задержаться после окончания рабочего дня, когда все остальные сотрудники разошлись. После чего и совершила кражу денег из сейфа. Наутро бухгалтер обнаружила, что деньги из сейфа пропали. Ею были вызваны сотрудники милиции, которые обследовали сейф и обнаружили на нем отпечатки пальцев подсудимой. Кроме целей корыстного обогащения, у нее также были и мотивы мести. Она рассчитывала, что в преступлении обвинят бухгалтера фирмы Хабалкину Елену Ивановну. С ней у Доркиной были многочисленные конфликты, и поэтому подсудимая испытывает к ней враждебные чувства, вызванные личной неприязнью. Все эти факты получит, я считаю, свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Напоминаю, что ей предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества, то есть в краже в крупном размере. Это часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Благодарю вас. Регина Вячеславовна, встаньте. Понятно ли вам, в чем вас обвиняют? Да. Вы признаете себя виновным? Нет, конечно. Что 3 марта 2005 года происходило в офисе вашей фирмы? 3 марта в офисе нашей фирмы не происходило ничего особенного. Все было как обычно. Я пришла на работу, Зойка как обыкновенно разговаривала со своим хахалем по телефону, Витя сидела в интернете, он у нас любитель посидеть в интернете. Елена занималась как обыкновенно разменом квартиры, читала объявления и звонила по ним. Все сидели, занимались своими привычными делами, решали, куда мы пойдем сегодня обедать в очередной раз. И все это было, опять же, как обычно. Я в 2 часа, не дождавшись никого, потому что мы все перессорились, взяла свою сумку и ушла. В 6 часов я пришла, собрала свои вещи и ушла домой. Все, Ваша честь. Вы какое-либо отношение имеете к бухгалтерии? Вот к сейфу доступ имеете? К бухгалтерии, к счастью, нет. Нет, вы знаете, бухгалтерией занимается у нас специально обоченный человек, нечистый на руку, как это выяснилось позже. Скажите, а код сейфа вам известен? Нет. Тем не менее, Ваша честь, я хотела бы обратить внимание сюда, что в деле имеется заключение дактилоскопической экспертизы. По заключению данной экспертизы, Ваши отпечатки пальцев обнаружены на внутренней стороне сейфа. Лиз сделала 20-й, да? Как Вы это объясните? А, так это случайность. Это просто... Дело в том, что когда Елена складывала свои деньги в сейф, я стояла рядом и руку положила на сейф и вот так вот еще пальчиками постучала. Знаете, ну просто, машинально, в задумчивости. Уважаемый суд, чтобы подтвердить слова свои подзащитные, я хотел бы обратить внимание на ту же дактилоскопическую экспертизу. Лиз сделала 21, где четко указано, что там есть отпечатки пальцев, принадлежащие Хабалкиной. И мало того, что на внутренней стороне сейфа, но и на самом кодовом замке также отпечатки Елены Ивановны Хабалкиной, бухгалтера ФИР. Хорошо, Ваша честь, разрешите? Да, да. Я хотела бы представить суду вещественные доказательства по делу и задать вопросы, соответственно, по ним подсудимой. Да, прошу вас. При осмотре сейфа внутри был обнаружен вот такой страз. И в деле имеется заключение экспертизы, что это страз с маникюра. Вот как раз такой маникюр с подобным стразом в тот день был на руках у подсудимой. Чтобы ногти блестели? Да, ну это как бы имитация бриллиантиков. Вот так. Что вы по этому поводу можете сказать? Ваш стразик? Да, мой. Мой стразик, не спорю. Я его еще утром потеряла. Как он туда попал, в сейф-то? Вы знаете, я думаю, что Хабалкина его специально туда подбросила. А вы видите, он маленький. Вот такой маленький стразик может провалиться в любой щель. И вы знаете, пожалуйста, Ваша честь, вы спросите у Хабалкиной, зачем она мой стразик положила в свой сейф. Спросим в свое время. Хорошо. Так, еще одно доказательство. Также был обнаружен блокнот, вернее, он был изъят у бухгалтера Хабалкиной. На этом блокноте есть также ваши отпечатки пальцев. Не только на внешней стороне, но и на внутренней, где Хабалкина писала коды сейфа. Что по этому поводу вы нам скажете? Уважаемое обвинение, вот хотелось бы задать вопрос, чьи еще отпечатки, кроме Хабалкиной и моей подзащитной, обнаружены? Как интересно, всех сотрудников фирмы. Всех сотрудников фирмы. Но только отпечатки пальцев вашей подсудимой были обнаружены внутри сейфа. Все интересовались блокнотом бухгалтера фирмы. Ваша честь, разрешите, я блокнот возьму для допроса свидетеля, он мне понадобится. Потом я его представлю. Да, прошу вас. По-моему, здесь все понятно. Лена оставила свой блокнот, и это же обыкновенное человеческое любопытство. Каждый решил заглянуть в него и посмотреть, что там интересного. А там, кстати, много было интересного. Там помимо кодов на электронную почту, например, в интернете, на код для мобильного телефона, например. Там были очень многие интересные сведения такого, знаете ли, весьма приватного характера. А как долго существовал этот код? Он существовал какое-то время, но, вы знаете, дорогая Хабалкина его решила изменить. Откуда вам это известно? Я нечаянно услышала беседу Хабалкиной с шефом, и она сказала, что, ну, хокоды уже давно старые и не имеют свою дееспособность. Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с бухгалтером Хабалкиной? Да никакие. Какие у меня могут быть с ней отношения? Это мадам вешается на шефа, она ему глазки строит, и меня еще к нему ревнует. А зачем меня к нему ревновать? Я его практически не вижу. Он на работе появляется раз в год. А она на работе появляется не чаще, чем он, между прочим. И прикрывается, знаете, каким поводом? У нее ребенок больной. Нашла. Чем прикрыться? Ваша честь, разрешите? Да, прошу. После того, как дело было направлено в суд, в прокуратуру поступила видеокассета. Здесь пленка, переданная нам сотрудником фирмы Виктором Викторовичем Жуковым. Он тоже очень трогательно относится к своим коллегам по работе, и иногда снимает их на видеокамеру мобильного телефона. И я просила бы продемонстрировать эту запись, поскольку на ней есть доказательства взаимоотношений между подсудимой и бухгалтером фирмы. Подсудимой неоднократно угрожала, как она выражается, подставить бухгалтера, отомстить ей на почве личных неприязненных отношений. И пленка тому доказательства. Хорошо, давайте исследуем этот материал. Ирина Алексеевна, пожалуйста, помогите нам с видеозаписью. А посмотрев эту пленку, я решу, приобщать ли ее к делу. Мальчиков все высматриваешь. Привет, это я, жук. Но, между прочим, глазки никому не встроим. Дурочка, ты ему глазки встроим, чтоишь, а он на тебя ноль внимания. Ему все равно, пойми, пожалуйста. Да ты сама на него вешаться готова, и зато тебя все мужики бросают. Ха? Ничего страшного. Зато мне четвертак не стукнул. А про тебя уже песенка спета. Когда же, если вам немного за тридцать... Да ты со своим носом и восемнадцать лет успехом не пользовалась. Чтоб у тебя язык отсох. Чтоб ты проворовалась. Все знают, что бухгалтеры – воры. Считаю, что данная запись никакого отношения к делу не имеет. Тем более, что это могла быть вообще специально разыгранная сценка для товарища Жука. Не более. Я разделяю позицию защиты, Марина Борисовна, и отклоняю ваше ходатайство. Потому что данный материал не устанавливает никаких обстоятельств, связанных с кражей. На скамье подсудимых – секретарь-референт туристической фирмы. Ее обвиняют в краже 300 тысяч рублей из сейфа компании. Скромная секретарша, три года проработавшая в фирме, преступник или вор. Или преступник – не все же кто-то другой. Может быть, это заговор? Какие страсти кипят в рутине повседневной жизни среднего офиса? Еще какие-то вопросы к подсудимой? Нет, у меня не будет больше. Хотите что-то сказать, судимая? Да. Я очень вас прошу, пожалуйста, выслушайте меня и поймите меня, пожалуйста. Я правда не брала этих денег. Я, может быть, глупая, я, может быть, дура абсолютная. Ну, понимаете, я понимаю, что все, и что многое против меня. Но я не брала эти деньги, серьезно. Это Хабалкина. Все у вас. Ну, как я вам докажу? Да, Ваша честь, как обычно, посадите невиновного человека. Располагайтесь, пожалуйста, поудобнее. Да, Ваша честь, я взяла. И мы начинаем опрашивать свидетелей. Елена Ивановна Хабалкина. Прошу ее позвать. Свидетель Хабалкина. Елена Ивановна Хабалкина. Не слишком долго ждать пришлось? Нет. Нет. Родились 1 апреля 72-го года, да? Да, не повезло. Из фамилии, из днем рождения. Живете в Москве по адресу. Рогачевский переулок, дом 47, квартира 161. Коммунальная квартира. Я и трое соседей. Это вот действительно не повезло. А где и кем вы работаете? Я работаю бухгалтером в туристической фирме «Турецкий вояж». Отправляем людей в Турцию. Сам мы хоть бы разок съездить. Вопросы? Да, разрешите. Скажите, пожалуйста, как складывались ваши отношения с подсудимой? Плохо. Она меня ненавидит. Я вообще сначала думала, что у нее комплексы. Она очень сильно из-за носа своего переживает. А потом поняла, что у нее характер вообще такой. Да, это у тебя такой характер. Господи, вы послушайте, она... Да чего меня спокойно? Не надо, я спокойно. Вторую серию этого фильма я здесь не потерплю. Продолжайте. Скажите, пожалуйста, у вас доступ к сейфу есть? Конечно, только у меня есть. Ну, в общем, еще, конечно, у нашего босса. Но его на работе почти не бывает, как обычно. Для него наша маленькая фирма, побочный бизнес. Он еще много чем занимается. А он еще там свои личные вещи иногда хранит. Какие вещи? Которые имеют материальную ценность? А я не знаю, не проверяла. Вот она, опять врет. Все она врет. Она однажды сказала, девочки, вы представляете, я в нашем сейфе обнаружила бутылку дорогущего коньяка. Я по служебной необходимости проверяла, а ты роща вообще в чужих вещах. А ты вообще за мной следишь? Куда бы я ни пошла? Пожалуйста, прекратите выкритившись. Я не нужна вообще никому. Андрей Геннадьевич, я спокойно. Ваша честь, постараюсь успокоить. Да уж, сделайте одолжение. Разрешите продолжать допрос свидетеля. Расскажите, что происходило в офисе 3 марта сего года. Вот она ушла в 2 часа обедать. И вернулась она где-то часов 6, обедала часа 4. Она у нас всегда обед совмещает с выполнением своих личных дел. Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, каким образом появилась вот эта крупная сумма денег в этот день у вас? Ну, где-то часов 5 пришел к нам представитель компании, отдал паспорта, деньги, попросил оформить корпоративную вечеринку на 2 недели, корпоративную поездку в Турцию. И назвал отель. Но мы побоялись такого клиента терять. У нас редко бывают такие вот денежные клиенты. И поэтому мы оформили сразу им все. Разрешите? Да. Скажите, пожалуйста, вы официально оформили получение денег от клиента? Конечно, официально. Сразу и расписки, и чеки все им выдали. Деньги я в сейф убрала. Правильно я понял, что в тот момент, когда клиент вам деньги передавал, Регины, моей подзащитной, не было в офисе? Когда передавал, не было. Скажите, пожалуйста, а подсудимая знала, какая сумма убирается в сейф? Конечно, знала. У нас ведь не работа, а коммунальная квартира. Все все про всех знают. И что в работе, и что в личной жизни. Я на работе как дома, а дома как на работе. А в какое время вы ушли с работы? Ну, без чего-то семь. А она еще у нас там оставалась. Вот неправда. Ты ушла позже меня. Ничего подобного. Ты еще в своих бумагах там сидела, рылась, а я уже ушла. Рылась буквально минуту. Подсудимая, замечание я вам делаю. Не мешайте допросу. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах обнаружили пропажу денег? Ну, я на следствии рассказывала. Я утром пришла вместе с Зоей. Мы обычно закрываем сейф-офис на два замка. Вот у нас офис остается под присмотром одного вахтера. Камер видеонаблюдения нет. Я подошла к сейфу, стала его открывать, ну, чтобы деньги отвезти в банк. Открываю, а денег там нет. Я испугалась, как закричала, ну, думаю, что делать. А Зоя закричала, подумала, что там мышь. Она у нас вообще мышей боится. Она на стол заскочила, и мы стояли, кричали так с ней вдвоем. Ну, я подумала, что делать. Ну, решила шефу звонить. Звоню ему, а он, значит, не отвечает. Ну, поэтому взяла милицию и вызвала. Все. Понятно. Посмотрите внимательно. Это ваша вещь? Да, это мой блокнот. И там на последней странице записан код сейфа. Скажите, пожалуйста, действительно вот те коды, которые там записаны, они старые, и вы их впоследствии сменили? В том-то и дело, что я ничего не меняла. Я просто так сказала, ну, чтобы они подумали, что просто зря рылись. И в сейфе у нас обычно большой суммы денег не хранится. Ну, поэтому я подумала, что ничего страшного. И забыла думать про этот код. То есть, правильно я понимаю, что, в принципе, любой человек из компании имел доступ к блокноту и мог узнать код? Теоретически, да. Но на самом деле деньги она украла. Я и не вру. Ты всегда тебе говорила, что надо. Я попросил бы свидетеля действительно воздержаться от обвинения моей подзащитной. И просил бы суд осмотреть и приобщить к материалам дела некоторые документы, истребованные защитой. В частности, тут находится заявление на получение кредита на покупку квартиры от Хабалкиной Елены Ивановны. А также ответ из банка. Уважаемая Елена Ивановна, к сожалению, наш банк вынужден отказать вам в предоставлении кредита. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Не разъясняют причину. Вот просили тут как раз 50 тысяч долларов. Поэтому я просил бы приобщить это и учесть тот момент, что как раз первый взнос на квартиру и составлял 400 тысяч рублей. И просил бы приобщить и учесть, что все основания и у товарища Хабалкиной были для того, чтобы похитить эти деньги. Вы себе не представляете, что такое жить одной с больным ребенком, инвалидом, соседи сумасшедшие. Я ходила и в фонды всякие, и обила все пороги, никто не может помочь. Я всю голову себе сломала, как мне квартиру купить. Никто не помогает. Успокойтесь, пожалуйста, Елена Ивановна. Позиция прокурора по поводу приобщения. Я возражаю, я тоже считаю, не имеет отношения к делу, к рассматриваемому. И свет на обстоятельства кражи не проливает. Постановляю ходатайство стороны защиты удовлетворить и данные документы к материалам уголовного дела приобщить. Будут ли дополнительные вопросы к свидетелю? Нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Спасибо, Елена Ивановна, за показания. Пожалуйста, сядьте в зале и не уходите, пока я вам не разрешу. Мы вызываем Павла Александровича Скоробогатова. Свидетель Скоробогатов. Скоробогатов Павел Александрович, правильно? Да. Ваше место работы и должность. У меня, вообще-то, несколько несвязанных между собой источников дохода. Скажите, пожалуйста, это вам принадлежит туристическое бюро «Турецкий вояж». Ну, вообще-то, это не основной мой бизнес. Ну, да, туристический имею в виду. Но вы директор компании этой самой «Вояжной»? Да, я оформлен директором, являюсь его владельцем. Как бы, в налоговое все четко, есть лицензия. Вы извините, Ваша честь, как бы, а то через пару часов чемпионат по тарелке будут транслировать. Как бы, я болельщик. Футбол святое. Спрашивайте, спрашивайте. Вы уж извините, что мы вас от футбола-то отвлекаем, но тем не менее. А у кого из Ваших сотрудников есть доступ к сейфу? И кто знает код? Хабалкина Елена. Как бы, она бухгалтер. Вот, и как бы... Ну, вообще, и у меня, как бы, есть доступ к сейфу. Как бы, я могу, как бы, как владелец. Вот. Ну, вообще, она бухгалтер, говорит, она очень хороший. Вот, и как бы, только вот в связи с тем, что у нее ребенок больной, она постоянно по полмесяца отпрашивается, как бы, чтобы сидеть с ним. Вообще, у нас, как бы, не было до этого краша. Понимаете, вообще, фирма Турецкий Ваяш, она маленькая. И, как бы, ребята, сотрудники, они сами со всем справляются. Я очень редко там бываю. Вот, так как вот 3 марта вообще меня не было. Я улетал на чемпионат. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из сотрудников офиса обращался к вам с просьбой занять, может быть, денег? Может быть, нужны кому-то деньги были? Ну, было. Хабалкина Елена просила на квартиру взять кредит. О, как они? Сколько? Я отказал ей. Сколько просил? Ну, я сейчас не помню, что-то около 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. Вот, кстати, по приезду я собирался ей дать деньги. Как? Вы хотели дать мне денег? Да, я хотел помочь тебе. Ну, а теперь вообще я не понимаю, я выплачиваю, как бы, клиентам деньги. Я вас наказал. Такое ощущение, я не знаю, может быть, действительно ты взяла их. Ну, не брала я их, понимаете, не брала их. Не брала. Ты же их взяла. И посмотрите, какая неблагодарная. Ей человек помочь хотел, а она же у него же деньги своровала. Вы представляете, сама себе я выбрала. Молодец. Утихамилифи, Середина Вячеславовна, Елена Ивановна. Продолжайте. Хабалкина вам говорила о том, что блокнот с кодом сейфа она оставляла на работе. Да, был звонок, как бы, я был за границей. Она позвонила и сказала, что вот так получилась ситуация. Она оставила блокнот со всеми реквизитами и с кодами. И она говорит, давай поменяю, как бы, все вот эти коды, как бы, ну, чтобы доступа не было к сейфу. На что я, и это моя, может быть, и вина, как бы, я сказал, ни в коем случае не меняй до моего приезда. А людям в офисе просто скажи, как бы, что блокнот старый, что, как бы, коды тоже, как бы... Ну, кто мог подумать, что, как бы, такую сумму денег, если она не успевала положить в банк, она могла бы догадаться, как бы, взять или с собой, ну, или, как бы, поменять коды. Есть у сторон еще вопросы? Нет, у меня нет вопроса. У вас? В таком случае, спасибо вам за показания. Вы можете сесть в зале суда. Ваша честь, разрешите позвонить. Нет, пожалуйста, вы находитесь в зале суда, ведите себя прилично. А то я вам покажу вот красную карточку. Это уголовно-процессуальный код. Виктор Викторович Жук. Пригласите его. Свидетель Жук. Виктор Викторович Жук. 2 августа 69-го года вы родились, правильно? Да. А работаете вы в фирме «Турецкий вояж». Да, дружусь. Расскажите, как и при каких обстоятельствах были положены деньги в сейф в этот день? Ну, мы, как всегда, что-то выясняли, как от скуки и безделия. Вегина куда-то вышла. В это время появился клиент и начал нам всем деньги всовывать. Мол, срочно надо лететь. Лена и Зоя стали оформлять документы. И Лена все в конверт запечатала и деньги в сейф положила. Потому что банк она уже не успевала. Ей надо было к ребенку бежать. Виктор Викторович, скажите, вы сами код сейфа знали? Нет, не знал. Да мне и не надо. Но я... Там такой сейф-то плохонький. Я если бы что задумал, я бы шпиль как бы его открыл. У меня друг милиционер. Спец по квартирным кражам. Разрешите. Скажите, пожалуйста, какие отношения существовали между Региной и вот бухгалтером Еленой Хабак? О, это песня. Я их даже снимал неоднократно. Они терпеть друг друга не могут. У нас в офисе просто телевизор вместе с цирком. Я, между прочим, вовсе не удивлен, что подсудимая деньги украла. Она Елене хотела насолить, надеялась, что на Хабалкиного, как всегда, всех собак и повесят. Бухгалтер, значит, ворует. В общем, принятое в смысле слова. Я просил бы сделать замечание свидетелю за то, что, в общем-то, голословно обвиняется моя подзащитная. Отвечайте, пожалуйста, на вопросы и говорите о фактах. А Хабалкина, между прочим, честное до неприличия. Я никогда не в жизни поверю, что она может хоть рубль у кого-то стянуть. Вот Регина может. Если у сторон больше нет вопросов... Нет, ваше честь. Нет, ваше честь. То спасибо вам за показания. Пожалуйста, сядьте в зале. И мы вызываем свидетеля Пивоварова. Свидетель Пивоваров. Василий Михайлович Пивоваров, правильно? Так точно. А работаете вы вахтером в том самом здании, где расположена фирма «Турецкий вояж». Так точно, Ваша честь. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, свидетель, знакома вам моя подзащитная? Да, конечно, знакомая. Я попрошу вас вспомнить 3 марта 2005 года. Работали вы в этот день? Это день, накануне которого деньги пропали. Да, 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 3 марта. Да. Вспомните тогда, вот из этой фирмы «Турецкий вояж» 3 марта кто когда уходил? Она ушла в 2 часа. После этого около 5 часов приходил клиент к остальным ребятам. Потом она пришла. Потом с ихней компанией «Зоя», что ли, ну ихняя, ихняя, рыженькая такая, ушла около 6 копейками. Потом ушел Жук. Около 7 часов ушла подсудимая. И после этого бухгалтерша. Извините, а вы ничего не путаете? Нет, я не мог спутать. Скажите, пожалуйста, то есть правильно я понимаю, что бухгалтер Хабалкина ушла позже моей подзащитной? Да, да. Вот видите, господа, я же вам говорила. На скамье подсудимых секретарь-референт туристической фирмы. Ее обвиняют в краже 300 тысяч рублей из сейфа компании. Скромная секретарша, 3 года проработавшая в фирме, преступник или вор? Или преступник не все же кто-то другой? Может быть, это заговор? Какие страсти кипят в рутине повседневной жизни среднего офиса? Елена Ивановна, встаньте, пожалуйста. Придется ответить на дополнительные вопросы. Вот вы слышали, что говорит свидетель? Получается, вы самые последние уходили. А вы знаете, я просто когда уходила, извините за интимную подробность, я в дамскую комнату зашла и ушла потом. А просто вот получилось вот эти минуты, что я ушла немножко позже. Но когда из офиса я выходила, она еще там была. Да ну неправда все это. Да правда, ты же задерживалась в своих документах, всегда роешься. Спасибо, Елена Ивановна, вы можете сесть. К свидетелю Пивоварову есть еще вопросы? Нет, простите. Спасибо вам за данные показания. Пожалуйста, сядьте в зале и не уходите, пока я вам не разрешу. Зоя Семеновна Семиглазова. Позовите ее, пожалуйста. Свидетель Семиглазова. Зоя Семеновна Семиглазова. Сотрудник фирмы Турецкий Ваяж. Правильно? Да. Из подсудимой вы знакомы, сотрудница. Прошу вас, Марина Борисовна. Скажите, пожалуйста, какие отношения у вас в офисе между вашими коллегами? Хабалкина была влюблена в нашего шефа, если честно. Лена еще так не любила Регину, потому что она ревновала к шефу. И казалось, что Регина с шефом постоянно заигрывает. Хотя это не правда. Регине нравился совсем другой человек. Ну, не буду я сплетничать. Ну, хорошо. А тогда, то есть, правильно я поняла, что отношения между подсудимой и бухгалтером напряженные? Ну, это еще мягко сказано. Дело в том, что Регина ее просто ненавидела. Лена, она хоть в коммуналке, хоть одинокая с ребенком, ну, красивая. Она такая сильная, настоящая. А Регина, ну, сами видите. У нее масса комплексов по поводу своей внешности. И наш Витька говорит, что с Региной можно познакомиться на дискотеке, увезти на ночь и забыть. Скажите, свидетель, вот бухгалтер Хабалкина незадолго до кражи оставила свой блокнот в офисе. Вам этот факт известен? Я возражаю, Ваша честь, это наводящий вопрос. Свидетель может ответить. Даже не знаю, как сказать. Дело в том, что Лена один раз ушла, а мы с Жуком задержались. И видим блокнот ее. Ну, и Витя, и я. Ну, почитали. Ну, я там никаких кадров не видела. Будут ли какие-либо дополнительные вопросы? Нет, Ваш честь. У Вас нет. Спасибо Вам за показания. Вы можете сесть. И мы вызываем Валерию Васильевну Горную. Свидетель Горная. Свидетель Горная. Валерия и Васильевна Горная родились 2 апреля 80-го года. Правильно? Да, это точно так. Предупреждаю, что Вы должны говорить правду. Отказ от дачи показаний и дачи ложных показаний преступны. Это Вам понятно? Да. В каких отношениях Вы с подсудимой? Вот с Региной Вячеславом. В Дружеских, только Ваша честь, одну минуточку, что Вы говорили там о задаче ложных показаний? О задаче ложных показаний сплошные неприятности. Часть первая статьи 307 Уголовного кодекса. Это может быть исправительные работы до двух лет. Это может быть штраф до 80 тысяч рублей. Ну и арест до трех месяцев тоже. У Вас какие-то особые причины интересоваться? Нет. Этой нормой? Нет? Так значит, на вопросы-то будете отвечать? Нет, я не готова. А что будет, если я вообще откажусь отвечать? Ну, тоже ничего хорошего. Штраф до 40 тысяч рублей, арест на срок до трех месяцев, может быть. Исправительные работы до одного года. 308-я статья. Ой, а я думала, что следователь шутит. Я думала, что это неправда. Извините, пожалуйста, а можно эти показания, которые в протоколе, не считать? Я согласна сказать новые, настоящие. То есть раньше Вы говорили неправду? Нет, просто я кое-какие вещи не договорила. Я не хотела врать, просто мне Регина сказала, чтобы я ничего не рассказывала. Это у нее деньги. Она их украла. Поясните, пожалуйста, что в конкретном виде. Протестую, Ваша честь. Свидетель Горная является свидетелем защиты. Мы больше не нуждаемся в ее показаниях. Я просил бы прервать допрос и свидетеля Горную освободить от дачи показаний. Ваша честь, тогда я буду ходатайствовать о ее допросе. Пусть уж расскажет, раз начала. Ну, раз свидетель защиты и защитник не нуждается в этом свидетеле, он может не задавать вопросов. Но поскольку свидетель в суде, значит другая сторона имеет право на перекрестный допрос. Вы от прямого отказались от допроса. Прошу вас, Марина Борисовна. А пожалуйста, расскажите, что вы хотели пояснить суду. Понимаете, я не хочу в тюрьму. Я лучше расскажу все, что я знаю. Регина меня пригласила, потому что мы с ней подруги. Это началось еще давно. 16 лет она мечтает о пластической операции. А ты всю жизнь на диетах сидишь, и что? Ты что так говоришь, обалдела, что ли? Порядку подсудимые. Так она мечтала сделать пластическую операцию на нос и на уши. Но денег-то на это не было, ведь это не такая дешевая операция. А еще вот и этот товарищ. Можно сказать, что они с ним встречались. Ну как встречались? Всего увиделись несколько раз. А Регина уже о свадьбе мечтала на полном серьезе. У них в конторе никто еще ничего не знал, а мне она все рассказывала. Хорош, при чем десерт? Я не понимаю. Как она его три года назад увидела, все мечтала о нем. Глазки ему строила, наблюдала за ним. Но он не обращал на нее внимания. И вот за месяц до кражи он с ней, ну это, вы понимаете, обратил на нее внимание. А потом бросил, когда она ему жениться предложила. Регина прибегает ко мне вся расстроенная, в слезах. Мол, бросил ее Виктор. Ваша честь, извините, я здесь, при чем здесь я вообще? Разрешите, я сам все расскажу. Я с ней встречался всего пару раз вне работы. И я не знал, что у нашей девушки такие эмоции. Я здесь совершенно ни при чем. И спасибо за дополнение, но свидетелей перебивать не нужно. Сядьте, пожалуйста. Это как раз за два дня до кражи было. Регина ко мне приходит и говорит, что Виктор ей сказал, что ей на нее все равно. А для Регины это, еще шуточку по поводу ее носа отпустил. Для Регины это катастрофа. Она никак не успокоится, пока не сделает операцию на нос. А еще такое слышишь от любимого человека. Слушай, Горина, ну ты дрянь, ну ты дрянь. Послушай, почему я-то о твоих проблемах всему свету не рассказываю? Мне это очень унизительно слушать, понимаете? Пожалуйста, Ваша честь, запретите свидетельницей меня обвинять и унижать, и оскорблять всячески. Господина Вячеславовна, ничего оскорбительного свидетель не сказал. А вам надо набраться терпения. Вот 3 марта после работы мы с ней решили встретиться, как обычно, попить кофейку, поболтать немножко. Мы с ней встретились, пошли в кофейню. Она вся такая была счастливая, довольная. Рассказывала о том, что уволится с работы, исправит себе внешность и, скорее всего, уедет отдыхать. Я ей задала такой вопрос, откуда она деньги возьмет. На что она достала вот такую пачку денег и стала мне ее показывать. Я очень удивилась. Стала ее спрашивать, откуда у нее вот такие большие деньги, потому что до этого у нее их просто не было. Она говорит, что вроде бы она накопила. После этого, как мы с ней расстались, она собиралась еще предоплату делать на операцию. Я считаю, что у нее явно что-то не в порядке с головой, раз она деньги украла. Я прошу прощения, Ваша честь, хотелось бы сделать замечание свидетелю. Вполне возможно, что действительно моя клиентка просто накопила эту сумму, вот и все. Я делаю свидетелю замечание. Да как же она могла накопить, когда она все время занимала у меня деньги, жила от получки к получке. Все время, не успея получить деньги, она их протрачила на косметику, на одежду. Эти слова тоже ничего не доказывают в пользу моей подзащитной. Говорит тот факт, что при обыске в ее квартире ни копейки из похищенных денег найдено не было. Скажите, пожалуйста, свидетеля. Вам достоверно известно, что 3 марта 2005 года вечером вам подсудимая показывала деньги, причем крупную сумму в рублях? Да, это так. Потому что у нее эта сумма еще не помещалась в кошелек. Она ее обернула в какой-то прозрачный салфановый пакет, засунула в сумку. Я еще вспомнила, что эти купюры были обернуты банковской бумажкой. Ленточкой такая, да? Ленточкой, да. И под нее была всунута, кажется, визитка. А на ней был нарисован их знак их неорганизации «Дельфин под зонтиком». Правильно, я всегда так делаю. Я в банковские вот в эти пачки всовываю нашу визитку. У меня примета такая. Да ничего я не брала, никаких денег я не брала. Все врут. Значит, все-таки ты взяла. Все врут. Ты взяла деньги. Да, у тебя деньги были с визиткой. Теперь все понятно, что ты украла их. Прекратите. Это все неправда. Прекратите перепалку. Вашу позицию я уже слышу. Вопросы, может быть, будут? Скажите, пожалуйста, а вот что-нибудь еще она вам говорила? Каким образом эти деньги? Где она их взяла? Я знаю то, что в блокноте, она знала, что в блокноте действительно не старые коды, а настоящие. Но на самом деле Регина тогда еще и не думала о том, чтобы украсть деньги. Она просто каким-то образом хотела насолить Елене. Все поперепутать, поменять там. И поэтому она все коды переписала, все, что там были. Я хотела сказать, что это деньги были мною честно заработанные. Я их заработала, эти деньги, понимаете? Я нигде не брала никакие деньги. Нет, девушка, все, ничего ты не заработала, а украла. Заработали и накопили, правильно? Да, именно. Заработала и накопила. Еще вопросы? А деньги эти, понимаете, в чем дело? Деньги-то, вот эти деньги, которые я накопила и собрала для того, чтобы сделать себе плачевскую операцию, я отдала ей, понимаете? Поэтому она вот так сейчас за себя защищает, а меня на меня договорили. Ну, конечно, чего ты отдала? Кто отдает деньги на хранение? Ты что, я тебе что, сберкаться, что ли? Коллеги, свидетеля можем отпустить? У меня нет больше вопросов. Раз нет больше вопросов, спасибо вам за показания. Пожалуйста, займите место в зале. Судебное следствие завершено. Мы переходим к судебным премиям. Слово для поддержания государственного обвинения предоставляется старшему советнику юстиции Марине Борисовне Улищенко. Да, Ваша честь. Ну, воруют люди, воруют, никуда от этого не деться. Но гадость вот сегодняшней ситуации в том, что мало того, что человек своровал, еще надо было так все обставить, чтобы подозрение пало на другого человека, на бухгалтера, с которым подсудимой крайне напряженные неприязненные отношения. Правда, неизвестно почему. Ну, может быть, две женщины друг друга не излюбили. Бывает. В офисе бывает. Я считаю, что вина подсудимой в совершении кражи в крупном размере из сейфа по месту работы нашла полное подтверждение. Этому есть улики. Мы слышали показания свидетелей о том, что 3 марта у нее при себе оказалась крупная сумма денег, и тем более со знаком компании. И у меня есть все основания полагать и просить вас признать ее виновной в совершении преступления по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. При назначении наказания я прошу учесть по делу все обстоятельства, в том числе и такие, что она не раскаялась, не призналась содеянным, а еще и пыталась под удар подставить бухгалтера фирмы. Прошу ее признать виновной и назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Благодарю вас. Слово для защиты предоставляется адвокату Андрею Геннадьевичу Князеву. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я считаю, что вина моей подзащитной не нашла своего подтверждения. Полностью она не доказана. Как мы выяснили за время процесса и предварительного и судебного следствия, ни копейки денег у моей подзащитной дома не обнаружено. То, что она могла с такой легкостью 10 тысяч долларов потратить, это просто невозможно. Конечно, свидетелю Горной, несмотря на то, что это свидетель защиты, я просил бы суд не доверять. Потому что у защиты есть основания полагать, что Горная дает неправдивые показания с целью посадить мою подзащитную в тюрьму и воспользоваться теми деньгами, которые ей передала на хранение подруга. Именно вот те деньги, которые были ею накоплены за трудовую жизнь. Кроме того, я хотел бы обратить внимание суда на тот факт, что девушка обвиняется молодая, будем говорить, не совсем может быть образованная. Но ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась. Характеризуется только с положительной стороны. Никогда раньше ни в каких предосудительных проступках замечена не была. Поэтому я считаю, что никаких оснований полагать, что это именно она, а не кто-либо другой из многочисленных сотрудников этого офиса украл деньги. Нет. Я просил бы суд вынести мой подзащитный оправдательный приговор и освободить ее от уголовной ответственности. У меня все ваше честь. Благодарю вас. Реплика будет? Нет, ваше честь. Нет. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. Регина Вячеславовна Доркина, вы имеете право обратиться к суду с последним словом. Пожалуйста, поверьте мне, я не брала никакие деньги. Я не брала эти деньги. Я их честно заработала. Честно накопила. Деньги я не брала. Я вас умоляю, пожалуйста. Я понимаю, что вы мне не верите. Ну, пожалуйста, поверьте мне, деньги я не брала. В Хабалкине, я уверена, это она. А у Горной, пожалуйста, мои деньги заберите. Я, я, наверное, все сказала вам. Спасибо, Регина Вячеславовна, садитесь. Я не виновата. Я не виновата, правда. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. На скамье подсудимых секретарь-референт туристической фирмы. Ее обвиняют в краже 300 тысяч рублей из сейфа компании. Скромная секретарша, три года проработавшая в фирме, преступник или вор? Или преступник не все же кто-то другой? Может быть, это заговор? Какие страсти кипят в рутине повседневной жизни среднего офиса? Прошу всех встать. Суд идет. Провозглашается приговор. Рассмотрев уголовное дело, Федеральный суд приговорил Регину Вячеславовну Доркину признать виновной в совершении кражи в крупном размере, то есть в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 3 года. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 50 тысяч рублей. Меру пресечения оставить до вступления приговора в законную силу прежнюю, а именно подписку о невыезде. Прошу садиться. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. Я разъясню вам мотивы принятого судом решения. В вашем деле достаточно косвенных улик. Во-первых, вам были нужны деньги. Во-вторых, вы задержались после работы 3 марта дольше всех остальных сотрудников. Ваши отпечатки пальцев обнаружены на внутренней поверхности сейфа. Там же находился страз с ваших пальцев, и вы не отрицали, что это ваш страз. У вас, к удивлению ваших знакомых, вот вашей подруги, появились неожиданно деньги. И именно 3 марта. Эти деньги были заложены визитной карточкой. То есть так, как это обычно делала Елена Ивановна, бухгалтер. Вы скажете, что все это пустячки да черточки. Но пустячки на судебном языке называются косвенными уликами. И каждая из этих косвенных улик может быть опровергнута. Сама по себе, может быть, ничего не значит. Но в совокупности эти самые черточки складываются в буковки. А буковки эти складываются в одно слово – кража. Я сильно удивлюсь, если вышестоящая судебная инстанция отменит этот приговор. Имейте в виду, что приговор может быть обжалован в кассационном порядке в вышестоящий суд в течение 10 суток с момента его провозглашения. Вам понятен приговор суда? Да. Порядок обжалований вам тоже понят? Да. Судебное заседание закрыто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!